Фух, наконец-то я дома, а то что-то у меня плохое ощущение, ну ладно. Всем привет, ребята, меня зовут Компот и у меня так себе новости. Так, погодите, давайте-ка я свет на всякий случай потушу, я думаю, что так будет безопаснее. Я очень долго про это не говорил, но у меня есть такое ощущение, что за мной кто-то следит. Понимаете, это пришло ко мне как-то странно, вот вроде ничего такого особого-то и не произошло, но я чувствую, что что-то не то. Будто постоянно сзади меня кто-то стоит, будто постоянно кто-то дышит мне в спину. Ладно, ребят, возможно я сошел просто с ума и мне кажется, но что-то мне это не нравится. Ладно, ребят, я для начала вам хочу кое-что показать. В общем-то, ребята, так вот, что я вам хотел показать. Смотрите, я тут недавно снимал видео и обратите внимание, что попало ко мне в кадр. Итак, ребят, внимание. Да ладно, это что, алмазы что ли? Наконец-то, да, это алмазы, вы не представляете, ребят. Я, несмотря на то, что я давно играю в Майнкрафт, алмазы я не находил, кстати, тоже очень давно. Наверное, уже несколько... Что? Че? Погодите. Мне показалось или... Че за фигня это сейчас была? Это что за приколы такие? Это... Это ладно, окей, хорошо. Может мне показалось, может Майнкрафт вогнулся. Давайте будем дальше копать алмазы. Ну, ребят, вы все видели только что сами. Вы вообще заметили, что там произошло? Обратите внимание, когда я копал алмазы, то за моей спиной все это время кто-то находился. И этот кто-то чертовски был похож на меня. И после этого случая, ребята, мне всегда кажется, что за мной кто-то следил. Я не хочу, конечно, ни на кого нагонять ужас, но это мне ой, как не нравится, ребята. Так, хорошо. Обычно это происходит под вечер или ночь. Днем у меня таких ощущений практически нету. Поэтому я думаю, самое лучшее решение... Так, у меня дверь точно закрыта? Да, закрыта. Самое лучшее решение будет это пойти спать, и все будет хорошо. Что? Мне кто-то звонит. Вы слышите? Мне кто-то звонит. Что за фигня? Погодите. Телефон. Мне звонит телефон. Минуточку. Так. Алло. Алло. Не молчите. Говорите. Алло. Ребят. Молчание. Алло. Что за приколы дурацкие? Алло. Так, ребят, мне это совсем не нравится. Не-не-не. Так, нужно выключить телефон вообще нафиг. Все. Отлично, я его выключил. Вы слышали? Там было просто какое-то шипение в трубке, и все. Не-не-не-не-не-не. Давайте я лучше лягу спать, а на утро уже будем разбираться. Ё-моё. Так, сколько время? Ё-моё, время 7 утра. Чё-то я сегодня рано проснулся. Ребята, чё-то ночью мне, если честно, так себе спалось, ворочался. Ну, вроде проснулся без происшествий, и все хорошо. Дверь до сих пор закрыта. И да, дверь закрыта. Нормально. Теперь можно брать мотыгу. Ребятки, можно назад вырубать свет. Все хорошо. Эту ночь мы, благо, с вами пережили. Теперь давайте я возьму все семена пшеницы и отправлюсь на работу. Опа. А чё на улице происходит? Я не понял. Э, жители! А чё всё в тумане-то? Слушай, Капот, да мы не знаем. Сегодня чё-то как-то туманно. Да, сегодня как-то туманно. Я давно такого в Майнкрафте не видел. Просто всё покрыто туманом. Ладно. Странно, вроде дождя не было, ничего такого. И погода вроде нормальная, а туман. Хорошо, ладно, это странно. Давайте, ребятки, я лучше буду ухаживать за своими любимыми огородами. Потому что это единственное, что у меня нормально получается, как говорится. Картошечку сюда не забываем за... За... засаживать. Погодите. Это чё за фигня? Эй! Ты кто такой? Эй! Эй! Молодой человек! Вы что тут делаете? Вы кто такой? Ребят, чё за фигня это? Это кто? Эй! Ребят, тут кто-то стоял. Вот, ребят, это то, о чём я вам говорил. Мне постоянно кажется, что меня кто-то преследует. Серьёзно вам говорю. Кто-то, не знаю, резко за плечо тронит. Кто-что-то ещё. Кто-кто будто дышит рядом. Короче, это очень странно, ребят. Может мне охрану личную нанять, не знаю. Но это, мне кажется, вообще не человек за мной следит, если честно. Не, сегодня я на работу точно не пойду. Я, наверное, лучше буду сидеть дома. Просто, ну его, как говорится, нафиг. Слушайте, а у меня появилась, ребят, идея. А может быть мне к мэру обратиться? Реально, слушайте, по-моему, это хорошая идея. К мэру деревни жителей. Может он поставил какую-то защиту или камеры. Камеры видеонаблюдения посмотрит, точно. Это хорошая идея. Только я на всякий случай возьму с собой меч. Кто знает, что может происходить. Ладно, погнали. Чё? Чё за шаги такие странные? Ладно, всё, погнали. Стоп. Вы это... Ребят, вы это только что видели? Я это отчётливо видел. За мной кто-то только что следил. И вы, кстати, заметили? Туман пропал. Так, ребят, это странно. Погодите, дайте-ка постучусь. Извини, мэр! У меня срочное заседание к тебе! А мэра нет. В смысле мэра нет? А где он? Да мы сами не знаем. Он пропал из деревни где-то дней пять назад уже. Дней пять назад? Кстати, пять дней назад и за мной начали следить. В смысле, кто за тобой начал следить? Жители, я не знаю, но у меня такое ощущение, что кто-то с моим скином, только с очень страшным моим скином, следит за мной. Давайте я дверь... А, дверь на всех случаях закрыта. Всё, отлично. Нас тут много, я думаю, нам не угрожает никакая опасность. Компот, может, у тебя тараканы в голове? Да вы чё, я вам серьёзно говорю, я его вижу постоянно. За мной реально кто-то следит. И, кстати, обратите внимание, туман опять появился. Да, кстати, Компот, сегодня чё-то с погодой не здоровится. Да, я вам серьёзно говорю, с погодой не здоровится. Жители, вон он! Вон он, он там стоит, посмотрите! Вон, вон там кто-то стоит! В смысле, Компот? Так там нет никого. Да как это нет никого? Вон же стоит, вот я его, чёрт не вывижу! Компот, алё, обернись, там никого нет. Как это, в смысле никого нет? Такого... Он, он смотался, он смотался! Компот, может, тебе больничку вызвать? Себе больничку вызвали? Вы тут все с ума подсказали! Чёрт, это бред какой-то, это бред какой-то! Это не смешно, ну его нафиг. Это, это уже какой-то бред, это, это просто сумасшествие, ребята, я, я сваливаю из этой деревни, не-не-не. И меня тут точно кто-то преследует, за мной кто-то следит. Я уезжаю отсюда прямо сейчас, быстро. Вещи, вещи, нужно забрать с собой срочно все вещи, потому что это, это уже просто ненормально. Это уже просто страшно, ребятки. Так, ноутбук я тоже с собой заберу, всё нужно в рюкзак положить. Быстрее, быстрее, закидываю всё, рюкзак и сваливаю из этой деревни. Я, я не намерен тут больше находиться. Всё, я, я ухожу. Так, 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 быстрее, быстрее, бегом, 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 давай, давай. Так, бегом, сюда, 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 я думаю, что тут я буду точно в безопасности. Быстрее, всё, всё, вроде, вроде в округе никого. Вроде, да, вроде никого нету. Ё-моё, ребята, я убежал из деревни, теперь я не знаю... Чё? Вы слышите? Погодите, у меня опять телефон звонит? Нет, у меня телефон выключен вообще. А чё за бред? Слышите? Звонок телефона откуда-то. Вот откуда-то. Отсюда, ребята. Вот... Что? Чё тут делает телефон? Я не понял, минуточку. Алё? Сбросить звонок? Нафиг надо? Ребята, это чё за трэш происходит? Это чё за фигня? Это бред какой-то. Ё-моё, ещё и дождь пошёл. Чёрт, чё мне теперь делать, ребята? Нужно где-то укрыться, где-то укрыться. О, тут шахты есть. Отлично, отлично, вот тут я и спрячусь. Нормально, нормально, нормально. Всё, ребятки, всё, теперь я точно в безопасности. Нужно теперь попытаться как-то разжечь костёр, правда у меня ничего нету вообще, может быть, не знаю, как-то с помощью меча об камень попытаться выжечь искру. Ну же, давай, 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 зажигайся. А? Чё? Чё за звуки? Чё за фигня? Чё за, чё за бред? Тихо, тихо. Вроде, вроде никого. Но я слышал какие-то отчётливые звуки. Они откуда отсюда-то шли? На улице Дурсть. Ребят, у меня всё равно ощущение, что меня реально преследуют. Будто тень за мной ходит, представляете? Вот реально по пятам как тень. Короче, ребят, я придумал, я прямо тут вырую себе дом. Почему бы и нет? Буду тут жить? Э, 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 э! Ты чё, чё это за фигня происходит? Я не понял, что, что творится? Что, ш, 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 что? Ребята, ребята, это что такое было? Он на меня выбежал, я его грохнул только что. Что? И дождь кончился. И туман пропал. Ребят, это что сейчас было, простите? Это, это как понимать? А? Чё, ребят? Вы это видели? Вы это видели только что? Чё в чате написано? Чё в чате? Обратите внимание. Смотрите. 404 вышел из игры. Ребят, это чё? Это как понимать вообще? Так, мне нужно, ребят, срочно вернуться в деревню. Ладно, я побежал. Где там моя деревня? Три дня спустя. Ребята, всем привет. Меня зовут Компот. Прошло три дня с той самой страшной историей. И вроде всё нормально. На улице светит солнышко. Всё хорошо. Никакого тумана после этого не было. И я вроде уже отошёл. Я полазил в интернете. Поспрашивал своих подписчиков. Там, ВК в Инстаграме. И смотрите, что я нашёл. Вот, смотрите. Тут пишется, что в игру был добавлен какой-то вирус. Но он уже пофикшен разработчиками. О том, что какой-то игрок постоянно вас преследует. Похоже и на вас. Поэтому, ребята, этого не нужно бояться. Это всего лишь был какой-то вирус, который, по сути, пофиксили. Я его грохнул. По сути, всё хорошо. Никого больше тут нету. И всё зашибись. Поэтому я думаю, что я теперь не буду ничего бояться. И всё будет хорошо. Так что, ребят, с вами я прощаюсь. Не забывайте ставить лайки. И подписываться на мой канал. А также не забывайте нажимать колокольчик. И всё, ребята. Всем удачи, всем спасибо. Всем пока. Ух, так отлично. Новый видосик записал. Пойду смонтирую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова